Как вставить фон за окном в фотошопе? Во-первых, зачем его вообще вставлять? Мы же делали это в Максе. Потому что в фотошопе это быстрее, намного быстрее, проще и гибче. Во-вторых, в Максе вы не можете поменять фон после рендера. То есть вы его поставили, отрендерили, и есть картинка с фоном. Я нашел тут стрёмный рендер со стрёмным фоном. Во-первых, не может такого быть, чтобы фон был темнее самой комнаты. Потому что на улице намного светлее, чем внутри. Поэтому фон будет намного светлее, либо комната темнее. Второе. Тут нет линии горизонта. Её не видно. Смотрю по комнате, линия горизонта идёт где-то вот здесь. В общем, фон никуда не годится, и надо бы его заменить. Но заменить мы его не можем, потому что картинка с фоном целиком. Показываю. Я сделал простую комнату, и тут окно. Стекла сейчас не видно, поэтому иду в режим Clay. Длина. Последняя вкладка. Clay. Вот теряю, что стекло есть. Для этого метода стекло нужно скрыть. Щелкаю правой кнопкой мыши, когда стекло выбрано. И выбираю здесь Hide Selection. Настройки света самые элементарные. Поставил, во-первых, камеру, солнышко и фон. Сейчас покажу. Открываю настройки рендера. Чайник с шестерёнкой. Здесь стоит корона, естественно. Вторая вкладка сцена. И здесь вот environment. Переключаю с 3D Max Settings, стандартного, встроенного, на Single Map. Это родной короновский. Врубил. Сейчас белый фон за окном. Здесь видно, что карты никакой нет. Жму. И тут я нахожу карту Corona Sky. Это простое голубое небо. Карта Corona. Вот она, Corona Sky. Ок. И жму random. Вот видно, это Corona Sky. Вот горизонт размытый. Внизу серенькое. Сверху светло-голубенькое. Свет падает и от солнышка. Блик размытый, потому что солнце большое. С него большой размер. И от неба, естественно. Это освещение. Это всё от неба идёт. И теперь к делу. Смотрите. Вот это сам рендер чистовой. Здесь написано Beauty. Вот это как раз выбирает показ самого рендера. Я жму на слово Beauty. Здесь есть ещё Alpha. Переключаюсь на Alpha. И что вижу? Что все объекты белые, а дырки пустота чёрная. И вот это я использую для вставки в Photoshop небо за окном. Сохраняю эту картинку. Она называется маска. Потом я объясню почему. Сейв. Выбираю какой-нибудь формат. Ну, пускай будет JPEG обычный. Назову маска. И переключаюсь обратно на сам рендер. Щелкаю на слое Alpha. Выбираю Beauty. Сохраняю его тоже. Назову рендер. Формат тоже поставлю в JPEG. Всё, с Максом мы закончили. Запустил Photoshop. Запустил Photoshop. Открываю папку с сохранёнными картинками. И перетаскиваю. Маска. И рендер. Рендер точно не смотрите ни на маску, ни на саму картинку открытую. А сюда, в верхнюю строчку. Иначе он ставится как смарт-объект. Ничего страшного, но лишняя путаница. Лучше так отдельно их открыть. Или можно открыть через файл Open, как обычно, не важно, естественно. До этого всё было понятно. А теперь самое важное. Что я делаю? Сначала открываю панель слоёв. Эта вот стопочка, как в Максе, только там не 3, а 2. Создам из просто фона отдельный слой. Поджимаю замочек. Теперь создам этому слою маску. Жму вот на эту кнопку. Белый прямоугольник и чёрный кружок внутри. Маска создалась, пока она пустая. Теперь иду в Image. Apply Image. Здесь выбираю источник. Файл маска. И жму ОК. Смотрите, здесь за окошком появились маленькие-маленькие квадратики. Значит, что это фон прозрачный. И можно поставить за этот слой любую картинку. То есть маска маскирует то, что было чёрное. Белое – это не прозрачное. Чёрное – прозрачное. Эту маску я подставил слою, самому рендеру. И сделал то, что было чёрным, прозрачным. Нахожу какое-то фото для фона за окном. И вставляю сюда же. Просто перетаскиваю этот файл. Смотрите, о чём я говорил до этого. Если я перетаскиваю картинку на другую уже открытую картинку в фотошопе, то он делает эту картинку, которую я перетащил, как смарт-объект. Чё-то такое объяснять пока не буду. Но не заморачивайтесь. Можно использовать его. Так вот, я перетащил картинку. И теперь беру вот здесь в слоях. Вижу, что она выше слоя с рендером. Беру левую кнопку мыши и тащу вниз. Это я перетащил картинку за рендер. А вот теперь я могу таскать, менять размер. Нажимаю Ctrl-T. Режим изменения размеров. Я её масштабирую. Если пропорции нужно сохранить, то масштабирую со Shift-ом. Shift- и масштабирую. Когда закончил, жму Enter. Вижу, что горизонт высоко опускаю. Теперь я могу менять яркость. И другие параметры. Контраст, насыщенность и так далее. Но в чём самый главный плюс этого метода? Если вы ставите фон за окном в 3D Max, то вы его уже никак не измените. Если вы делаете это потом в фотошопе, то можете удалить старый, поставить любой другой, когда угодно вернуться, поменять, как вам хочется. То есть вы всегда можете как угодно гибко исправить этот фон. Сейчас, например, я подправлю горизонт. Делаю ещё пониже. Потом сделаю так, чтобы щели не было. Нажимаю опять Ctrl-T. Растягиваю картинку вверх. Готово. Жму Enter. И делаю её светлее. Потому что фон за окном всегда намного светлее, чем интерьер. Иду в Image. Adjustment. Brightness and Contrast. И увеличиваю яркость. Вот так, я думаю, будет нормально. И если я хочу сохранить этот файл раздельным по слоям, чтобы можно было потом управить когда угодно, то сохраняю в формате фотошопа. Файл Save As. Вот по умолчанию формат Photoshop. PSD. Если мне ничего-то не нужно, меня всё устраивает, тогда сохраняю в формате JPEG. При этом слои сольются. Это будет уже просто картинка, которую нельзя потом отредактировать. Но у вас есть исходники, в любом случае это рендер и маска рендера, с помощью которых вы можете подправить когда угодно фон за окном.